Добро пожаловать на канал Прогблог ТВ и в Кремниевую долину, рядом со мной известный в местных краях блогер-тестировщик. Пять лет назад ты закончил школу Михаила Портнова. Да, я прошел два интервью и на оба меня взяли на работу. Мануальное тестирование никогда никуда не денется. Раз ты работаешь пять лет, то наверняка ты принимаешь участие уже в собеседованиях кандидатов. Да. У тебя есть ютуб-канал, на котором, собственно, как я узнала, что ты в тестировании, вот оттуда. И, естественно, многие, кто тебя смотрят, получают грин-карты, хотят сюда ехать, учиться, например, в школе Михаила Портнова или просто пойти в тестирование, они уже тестировщики. Наверняка они тебе пишут и задают какие-то вопросы. И наверняка у тебя есть на какой-то, как здесь говорят, нетворкинг в тестировании. А спрашивают ли у тебя, вот стоит идти учиться в школу Михаила Портнова? Здесь есть еще ряд школ. Спрашиваю. Ну вот расскажи о том, что ты советуешь. Ну, я, конечно, говорю, что стоит. Потому что, в первую очередь, вы вкладываетесь в свое будущее, в свою карьеру как тестер. Если у вас есть такая цель, то, безусловно, стоит идти. Вот. Там очень структурировано подается информация. То есть ты, закончив школу, ты уже будешь понимать, чем ты будешь заниматься. И там дается интершип, где ты научишься как бы hands-on тестировать. Поэтому, да, стоит. Если вы уже где-то поработали тестером и вы хотите пойти в автоматизацию, я еще могу порекомендовать школу Игоря, Code Fitness. Есть видео на моем канале, я еще буду выкладывать. Но там уже непосредственно учат работу, рабочему процессу, когда ты хочешь заниматься включительно автоматизацией. То есть углубленный такой. Ты уже должен иметь какую-то базу тестирования. А как складывается? Ну, то есть, понятно, люди пишут, с какими-то людьми ты более-менее, может быть, начинаешь общаться. Вот были ли такие примеры, когда у людей возникали сложности, вот они долго не могли найти в тестировании здесь работу? Да, я знаю таких людей, у которых возникали сложности, они долго не могли найти работу. Но в основном это люди, у которых есть возможность долго не находить работу. То есть, это, может быть, человек приехал, у него есть savings. Человек приехал и, ну, как бы, достаточно, чтобы долгий период здесь жить. Или он уже где-то подрабатывает и нашел там что-нибудь типа Uber или развозки или Dashdoor. То есть, человек, который все время чуть-чуть не готов, ему хочется чуть-чуть больше там подготовиться, подучиться, чтобы вот уже когда-то там я начну. Потому что если, грубо говоря, приспичило найти работу, то ты ее найдешь. То есть, здесь без шансов. И, наверное, процентов 80 людей, которые я знаю, моих знакомых после порно, они все нашли работу и не работают. Процентов 20, которые здесь не нашли работу, они имели возможность не работать годами. То есть, они тут сидели, говорят, что я вот сейчас найду, что-то доделаю. Они в то же время там занимались развозкой пиццы или еще что-нибудь. Ну, то есть, они как бы здесь жили, ну, такое, знаешь. Ну, и впоследствии они все равно нашли работу. И кто-то нашел не здесь, а в другом штате и просто потом уехал и начал работать. Безусловно, сейчас повысился уровень знаний необходимых для того, чтобы устроиться тестером. И все хотят уже, чтобы тестирование где-то было приближено к, ну, не то чтобы к программированию, но человек все равно где-то смотрел в ту сторону. Да. Но тот, кто действительно хочет найти работу и тот, кто будет рассылать свои резюме, тот, кто будет регулярно ходить на собеседование, человек смотивированный, он ее найдет. Никто же, когда ты приходишь в школу, никто же тебя в итоге-то не возьмет и не посадит за рабочее место. То есть, выпустившись с универа с красным дипломом, тебе все равно не пойдешь и сразу тебе не дадут работу. Есть определенный уровень, ну, как бы, до которого надо добраться, чтобы найти работу. И, более того, IT-индустрия сама по себе подразумевает, что ты всегда будешь учиться всю жизнь. Поэтому в том же самом тестировании никогда нельзя останавливаться в обучении. И уже устроишься на работу, все равно будешь что-то учить и разбираться. Это никогда не заканчивается. Ну, раз зашла речь об учебе, подскажи, какие ресурсы ты используешь для того, чтобы что-то изучать? Не, ну, самый наш главный ресурс – это гугл. Когда ты встречаешься с конкретной проблемой, ты просто гуглишь. И, ну, в принципе, что тут нет небольшого секрета, да? Ну, и, я не знаю, если кому-то интересно, можно для того, чтобы научиться каким-то базовым вещам, можно смотреть, там, Code Academy, Udemy, то есть, самостоятельное обучение. Да, отлично. Какие у тебя планы на карьеру, кстати, в дальнейшем? Вот такой вопрос, который ты задаешь. По поводу этого, ну, поскольку я чувствую, что я застрял в Wi-Fi индустрии, и поэтому, в принципе, я уже думаю, на самом деле, менять эту среду. То есть, я знаю, что я туда всегда могу вернуться и найти там компанию, которая будет этим заниматься. Ну, потому что их, как бы, их мало, но в то же время достаточно узкая специальность. Но что я хочу попробовать, я хочу идти в Android и iOS Automation. Сегодня, вот только что, когда мы с тобой готовились к интервью, я узнала, что у тебя есть не только YouTube-канал один, ты не только работаешь на FullTime, но у тебя есть еще несколько YouTube-каналов. И вот вопрос, как ты все успеваешь, как ты организовываешь свой день? Я стою обычно там в 9-10, на работу приезжаю там к 10-11, в принципе. Ну, у нас это нормально, потому что все равно свой объем работы сделаешь. Потом на работе в 12 обычно обед, нас на работе кормят. То есть, ты на работе работаешь, грубо говоря, такая нормальная работа, сейчас 1 начинается. Ну, то есть, непосредственно какие-то имейлы с утра ты отвечаешь, просматриваешь почту. Потом там скеджулинг тестов, собирание даты, анализ даты. И обычно до часов 8-9 я на работе сижу. Ну, на работе еще ужин потом в 7 часов. После работы можно приехать домой и начать заниматься там монтажом видео или какими-то другими ютуб-проектами, или учить что-то. То есть, ну, в час ночи в 12 я могу пойти в зал, когда... Я люблю ходить в зал, когда уже там людей нет. Там могу час побыть в зале, не знаю, поплавать или побегать. Ну, и потом домой еще там пару часов чем-то занимаешься онлайн. Ну, в принципе, я ложусь просто достаточно поздно. Что бы ты посоветовал тем людям, которые едут в Америку, сюда, вот, например, в Кремниевую долину? В чем нужно им подготовиться заранее? Я советую несколько вещей. Посмотреть мой блог. Первое. Ну, как бы, не только мой. Я говорю, что ютуб такая классная штука. Сейчас появилось очень много блогов о жизни США, и каждый найдет то, что там хочет. Ну, из основных советов, я так скажу, если вы едете в Америку надолго, без возможности возвращаться назад, знайте, чем вы будете заниматься. То есть, понимаете, какая у вас будет специальность. Безусловно, учите английский до приезда в США. Если вы хотите быстро устроиться на работу, посмотрите местное резюме, подправьте свое местное резюме. Если у вас есть колледжное или университетское образование, чтобы его не терять, заверьте его, сделайте перевод, сделайте, как называется, апостиль, я не знаю, по-моему, чтобы потом здесь можно было ваши классы перевести в американский университет или колледж, кредиты получить за них, если вы собираетесь здесь учиться. Обязательно вылечите зубы, это без вопросов. То, что здесь стоит десятки тысяч долларов, вы сможете уложиться в тысячу, грубо говоря, на родине. Это точно, то есть зубы обязательно. Ну и в целом, смотрите, наверное, где вы будете жить, с кем общаться, начинайте жилье подыскивать заранее, может быть, через знакомых, где комнату снять или что-то такое. Потому что обычно, приехав без кредитной истории, найти первое жилье будет большой проблемой. можно попасть так, что, в принципе, вообще без жилья быть. То есть у меня есть знакомые, которые одно время даже на улице ночевали, потому что человек просто приехал куда, что, непонятно. Так что, да. Ну, опять же, в рамках твоего канала я вам скажу, что айтишникам достаточно легко. Да, их перевозят и всем помогают. Да, у них все хорошо. То есть им дается виза, дается жилье, дается работа. Ты когда в Америке с работой и с жильем, и с хорошей зарплатой, ты можешь здесь жить ни за что не переживай. Но когда ты просто приезжаешь и, скажем так, у тебя ничего, ни языка, ни специальности, и все непонятно, да, это просто шок. Ну, кстати, вот по поводу перевозов. Перевозят ли тестировщиков? Потому что программистов, да, я, ну, миллион историй таких слышала от тестировщиков. Тестировщиков очень редко перевозят, делают визу, только если это не какой-то там архитектор, который может там всю структуру тестирования построить, и он нужен. Вот тогда да. А так, в целом, все тестирование, оно в основном аутсорс, тот же ИПАМ. Я не знаю, там, наверное, тысячи тестеров, которые работают на США, на территории СНГ. Ну, потому что, потому что, там, тестер может получать, не знаю, 700-800, ну, до 2000 долларов, грубо говоря, а здесь, в месяц, а здесь ему надо платить, там, от 80 тысяч, ну, чуть-чуть меньше, чем программист. Да, но, да, еще, кстати, мне кажется, что очень многие вот перевозят программистов, а их жены здесь идут в школу Михаила Портнова или еще какие-то, и становятся тестерами покрывать, и все это рынки, в принципе, которые, если... Кстати, мы с тобой тогда запишем отдельное видео на моем канале о том, каково это быть, женой программистом. Да, пойдем. А в этом смотрите на канале Саша. Куда бы ты отправил свое резюме, если бы вот вдруг решил искать работу? В какие компании? Ну, может быть, тип стартапы, крупные компании, какая-то область конкретная? Ну, конкретно сейчас, учитывая то, что я планирую в ближайшем будущем работу менять, наверное, начиная от стартапов, которые малоизвестны, которые работают с автоматизированием, тестированием на Android и iOS, где есть место, и куда можно, в принципе, попасть и расти в компании. Потому что, когда ты растешь с компанией, с стартапами, особенно если это перспективная компания, ты, кроме... более-менее нормально, она будет меньше, чем в раскрученных компаниях зарплата, но ты получаешь пакет акций, которые у тебя станут все больше. Больше, чем больше там растешь, то есть, ну, в итоге ты можешь поднять неплохую сумму чисто на акциях. И обычно такие стартапы все-таки там более такой... Там может быть больше загруженность рабочая, но там коллектив обычно более сплоченный, более дружественный. То есть, как бы люди действительно на работе, скажем так, в одной лодке. Если смотреть на крупные компании, ну, наверное, да, Amazon, то есть, Google, Facebook, безусловно. В принципе, но на самом деле... Я думаю, что это не так важно, куда ты попадешь. Более важно, как будет непосредственно на самой работе. Главное, чтобы там были хорошие люди, хороший коллектив. Вот, и чтобы тебе там нравился продукт, над которым ты работаешь. Потому что, ну, как бы можно попасть в Amazon, но ты попадешь в какую-нибудь, скажем так, дебильную команду, да, где тебя затюкают, будут загружать работы, будут тебя спрашивать там вещи, которые вообще там не твои, или будут там воровать твой код, выдавать за... Ну, как бы может случиться все что угодно. Поэтому, в принципе, не так важно, куда. Наверное, важнее, как оно будет непосредственно там, куда ты попадешь. Спасибо за советы, отличные. Еще больше советов вы, конечно же, найдете на канале Александра Хвастовича. Поэтому ищите ссылку в описании, а лучше просто пишите. Александр Хвастович в YouTube сразу выдает наш канал. Вот что я хочу сказать, что мне очень нравится, Вик, в том, что ты делаешь. Вот, это ты нашла очень хорошую нишу. Спасибо. Потому что в Америку едет сейчас огромное количество программистов, разработчиков из СНГ. И ресурс, который будет посвящен конкретно этому, там, от и до, поиску работы, там, интервью, компании, люди, которые уже здесь работают. Вот этот канал, в принципе, ну, это классная ниша. Молодец. Большую работу делаю. Очень приятно. Отхватило еще комплимент. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на канал Саши. И встречаемся в следующих выпусках. Всем пока.